очень трудно с такой рамки сделать прививочку но вы видите это моя пчелка корнеола это виктор приехал решил взять но осмотрев с ним полностью гнездо мы пришли к выводу что все гнездо залито медом расплода почти не осталось перед отъездом кто следит за каналом я поставил ставил и магазин но вот из магазина все рамки залиты вот осталось две вот эти вот крайние рамочки им долить меда вот такой отводок был на одной рамке с маткой инструментального осеменения это корнеола вот ну виктор я ему предложил говорю давай сейчас поставил сюда одну рамку суши одну рамку поставил с овощины потому что ну семье надо развиваться залито все кнездо залито все вот сейчас посмотрим с вами приехал ребята так соскучился по пчелкам это моя моя любимая мой любимый отводочек не знаю матка здесь облетелась нет она вышла перед отпуском а вот по движению пчелы что-то она очень нервная вот ну и виктор тут предложил я прививку делаю на улице вот у него свой стартер здесь вот он привез рамочку под стартер да ну вот посмотрите да вот здесь вот что-то я не знаю как он будет прививаться вот такие рамки залиты полностью медом вот пчела примерно вот такая кому интересно будет вот это пчелка от инструментал чик на ответе взял свой инструмент идет ну мне интересно будет просто посмотреть как корниолы у него будет он виктор ты же на карнике да поприветствую моих подписчиков многие знакомые с ним уже сектора до решила привиться вот корниолы попробовать что это будет за зверь ведь посмотрел гнездо ну как тебе вот с одной рамки в мае он супер результат конечно но залита это минус но развитие с весны то что я видел это конечно удивляет это раз а ты смотри намет-то пчела отлично а ведь я еще две-три рамки оттуда на развитии забирал на отводки при развитии это потом я уже перед отъездом поэтому виктор будет прививаться будет у него корниола и будем следить по его значит он там трудно будет развивать там уже будет смотреть у себя ну и кому надо будет потом купить наверно маточек наверно к виктору и будете обращаться в основном вот так что мы за работу я за свое свои дела виктор за своим ну вот друзья проводил виктора купил сегодня себе поехал новый костюм ну не орловские костюмы берем ребята приезжали к нам на выставку я своих роликах показывал их мне очень понравились качество качество именно самого материала но я считаю что есть недостаток в этих костюмах какой на используется молнии тонкие вот а хотелось бы чтобы молнии были крепкими на хороших с хорошими такими крупными зубцами для того чтобы и лучшее было скольжение вот ну рассыпаются молнии летят молнии вот но думаю пчеловод да за костюм в челке 31 я отдал тысячу рублей ровно мой пчелка 31 он я так понял что там хозяев хозяева с орла вот ну и шьют или костюмы тоже в орле поэтому они дешевле чем других магазинах вот но сегодня чем будем заниматься ребят сегодня будем делать стартер ну и попутно всему я вот в этом крайнем шестерамочнике создал отводок из тех рамок который ведь отбирал себе личинку мы видели с вами что много меда расплода мало вот поэтому в основное гнездо я поставил вот там еще с кем-то дерутся они вот в основное гнездо я конечно поставил им в основную семью вернее поставил ващину и суш рамочку вот эти две рамки я забрал доставить до добавил им вощинки ну примерно это выглядит так вот здесь у меня посередине вощинка здесь две рамки с челкой с расплодом там небольшой расплод конечно сейчас я поставлю заставную сюда отводок сформированный вот заставной примерно выглядит так маточника у них нету у них есть открыто расплод для того чтобы пчелки начали строить себе выводить свящевую маточку вот ну а когда будут у меня зрелые маточники я уберу свящевые и поставлю им приличный хороший зрелый маточник вот стартер мой на месте как бы под цоколя как бы здесь я проклеил надо вот эти вот места еще проклеить для того чтобы их устанавливать что сюда пойдет сюда пойдет обязательно рамка медово-перговая вторая рамка должна быть суш с водой и третья рамка должна быть ну хотя бы наполовину заполненная медом для того чтобы пчелам было где сидеть за что цепляться вот ну и сюда я помимо того что три рамки с пчелой загружу я еще добавлю сюда порядка трех рамочек мне надо будет натрясти проблемы с созданием стартера воспиталки возникают когда тогда когда у вас не хватает пчелы ранней весной вот видите здесь в инструменталке семье я выводил трутня специально вот для того чтобы для поздних отводков вернее для поздних маточек сохранить сохранить хороших молодых трутни поэтому перед отъездом в отпуск я немножко в этом плане тоже поработал вот у меня есть здесь допустим три семьи которые я примерно знаю что они уже хорошо развиты это отводки с матками которые которые у меня маточек здесь я один раз продавал вот здесь получается у меня 369 рамок да ну последняя рамочка медово-перговой тут вообще медом все залито то перги нету но надо будет поискать то есть исходя из этого мы можем уже ориентироваться на то что нам есть с чего делать формировать стартер а стартер это будущий следующий отвода который я сделаю уже буквально через три дня когда раздам маточники воспиталку ну давайте посмотрим на эту семейку еще здесь тоже прополисовано хорошо все медом залили а тут ну 12 рамок с пчелой конечно не так грубо обсиженный как допустим это если бы семья была для выставления магазинов но здесь тоже достаточно пчелы это все отводки которые были созданы на матке с матками этого года это напомню гибрид кардаван таких семей на пасеке у меня уже больше там 20 наверное а может быть даже и больше не считаю таким учетом не виду такой учет не виду самое главное что на пасеке есть пчела вот и сегодня воспиталку я не создаю почему не создаю сегодня воспиталку по науке по учению великих матководов ну вроде бы как бы надо создать воспиталку если ты еще раз напоминаю я создаю семью воспиталку это я буду делать завтра и сейчас объясню почему создавая семью воспиталку безматочную дай почему я создаю безматочную для того чтобы в дальнейшем ее развить еще эту воспиталку разбить на отводки получить дополнительное количество семей на пасеке вот теперь когда у вас есть время и вы можете убрать матку и семьи воспиталки потом на от восьми до двадцати четырех часов пчелы начинают закладывать маточники мы подождем еще пару дней когда они закроют последний расплод ну можно до пяти дней ждать последний открытый расплод они запечатают на маточники мы удаляем маточники и как бы вроде бы семья готова для воспитания потомства но имея уже свой небольшой опыт я убедился в том что лучше заложить семью воспиталку сразу убрал матку и расставлять через два часа расставляешь им маточники после 7 после стартера прием уже есть молочко есть и пчелки семьи воспиталки осиротевшие ну они бросаются на ваши личинки которые вы подсунули вместе точно так же как и на те которые у них находится на рамках но через десять дней когда маточники будут зрелые через восемь дней надо же учитывать еще те полутора дневную личинку которая была заложена да вот на восьмой десятый день так будем правильно говорить я буду проверять семью воспиталку я перетряхну все рамки и удалю тогда стопроцентные маточники это вмешательство меньшее надежность по сохранению семьи воспиталки гарантируют больше потому что у них уже нету открытого расплода а вы там на третий день зашли а там какая-то личиночка маленькая осталась и маточка потом выйдет она вам потом устроить шороху но самое главное почему я буду делать так потому что у меня нету времени ребята сегодня 1 августа 2 числа я создам семью воспиталку и мне надо чтобы посчитайте до 1 числа я ставлю личинку ориентировочно значит с учетом того что личинка полутора дневная полутора суточная вернее это значит надо два дня отнимать считаем от 31 30 числа ориентировочно 15 числа должны выйти ориентировочно день туда день сюда как говорит наука на размер личинки не говорит о ее возрасте вот поэтому можно промахнуться и где-то в районе 15 августа выйдут матки еще раз говорю день туда день сюда вот ну и даем им на облет от 5 до 10 дней до то есть максимально 10 дней прибавляем 25 августа матки должны облететься эти под этим от под этих маточек нельзя создавать отводки уже слабые там на одну на две рамки нельзя по своему опыту я вам скажу что они не успеют развиться до такой степени чтобы зимой вам спокойно спать на печи есть калачи поэтому под маток поздних маток да они не являются поздними они облетятся у вас до конца августа потому что есть еще трутень есть еще взяток поэтому это будут хорошие матки а вот поздние матки я считаю это те которые облетятся уже в сентябре первых числах сентября этих маток я оставлять не буду я их не буду поэтому я буду делать две закладки сегодня закладку сделаю на 48 личинок и завтра до заложусь проверю сколько не принято было и через два дня сделаю новую закладку то есть я хочу уйти в район 28 29 августа для того чтобы сохранить качество маток о качестве маток мы будем с вами говорить отдельно чтобы не занимать тему вернее не забивать всеми это говорить о пчеловодстве можно до бесконечности поэтому мы сегодня сделаем с вами стартер и сделаем закладку многие спрашивают как как набрать воды в рамку я это делаю очень просто открываю воду из-под крана и проливаю всю рамку водой вода попадает соты заполняет их и там остается за счет того что сот все-таки немножко повернут к верху вот вот если вот так вот посмотреть то в принципе рамка становится тяжелой ну вот одна рамка у нас из трех уже установлена поехали дальше какие основные правила мы должны с вами соблюдать при создании отводков семей воспиталок стартеров работая с семьями откуда мы будем делать забор мы с вами обязательно должны найти в этой семье матку нельзя надеяться на то что да вот рамочка здесь же мало пчелы и все я каждую пчелку просмотрел матки не было ребята были у меня случай когда надеялся на такой и оказывался в одном месте который называется пятая точка вот поэтому необходимо в каждой семье которую вы берете поэтому проще допустим взять одну сильную семью и растребушить ее найти в ней матку работа быстрее будет происходить до семья ослабнет но у нас есть еще время ее можно подселить поэтому ограбив две сильные семьи вот мы создадим хороший мощный стартер который в дальнейшем нам создаст возможно даже два отводка для того чтобы мы развивали с вами нашу пасеку а вот так поработал отводок кардаван повредилась пришлось поднимал рамку полностью залито полностью мед желтые понятно что подсолнечник подсолнечника много здесь я мне необходимо было посмотреть почему я полез в этот отводок посмотрите какой посильный отводок но что-то шумят здесь оставалась неплодная матка надо проверить характерное поведение пчел когда нету в семье матки они шумят вот так вот машут крылышками поднимает забирают копки свои красивая моя пчела кардаван отводок который вывел три матки которых я смог продать четвертая здесь была перед отъездом в отпуск но матка по всей видимости не вернулась с облета что делать видим шестерамочник и здесь на пяти рамках я у меня выходила маточка она уже была плотная нельзя оставлять этот отводок мы видим пока он еще не отрут не вел его надо спасти поэтому надо дать рамочку с открытым расплодом и эта семейка нас выручит ну мы с вами видим что вот эта семейка на развитие вы видите там печатный расплод эти все три рамы с расплодом это кормовая рамка а вот эту рамку не долго не думая ничего здесь есть разноплановый разновозрастной расплод с которого можно и маточник потянуть и пчелкам будет чем заняться есть кого кормить ну и вот мы с вами видим я вот такую рамочку с расплодом разновозрастным опущусь не ради того чтобы вывести матку ради того чтобы отводок не отрут не вел вот здесь я там одна две пчелки остались они эти без запаха они примут даже ситу 1 2 пчелки остались примут нормально вот остальное здесь все с медом поэтому я сюда опущу рамку в этот отводок я поставлю ответе они начали строить в том отводки ващинку не до конца сразу залили метком с обоих сторон вообще в этом отношении мне и кардаван и корнеола нравится еще не до конца отстроена рамка но она уже печатается так что в маточном отводке здесь я поставил рамку это сушь с медом куда маточка подсеет здесь у меня медово-ферговая рамка и и я решил не забирать для воспиталки здесь достаточно уже пчелы для того чтобы с этих трех рамок вышла она переместилась сюда 67 я надеюсь что вот этот отводок у меня в зиму пойдет на восьми девяти рамках давайте наблюдать и смотреть нельзя открывать семьи просто так для того чтобы посмотреть на пчелок необходимо какую-то полезную работу с ними провести и по всем моим обозначаем вы видите что здесь было две иголочки потому что матка здесь была неплодная обычно я убираю все когда матка плодная вернее когда маткой плодная убираю все иголочки так как сейчас уже стоит будем условный маточник остается одна для контроля за отводком